А теперь к главной спортивной теме этого дня. Кубок Европы по Соке. Сегодня последний день группового этапа. Кто-то продолжит свой путь за трофеем, а кто-то отправится домой. В плей-офф уже прошли Казахстан, Хорватия, Болгария, Сербия, Литва, Турция, Грузия. В этом списке и сборная Молдавии. Только еще непонятно, с какого места молдавская команда выйдет в одну восьмую финала. Соке в режиме нон-стоп. Именно с таким девизом Арена Лаязвор живет последние три дня. Сегодня проходят финальные игры группового этапа турнира. И именно сегодня мы узнаем все команды, которые вышли в одну восьмую финала. Так буднично Казахстан забивал Бельгии. Всего галкипер бельгийца вытащил из сетки девять мячей. 9-2. Казахстанская сокомашина переехала Бельгию и обеспечила себе выход из группы с первого места. В Кишиневе действующий обладатель Кубка Европы нашли своих новых фанатов. А это порой ценнее любых трофеев. Родион Балан сам из Кишинева. Участвует в марафонах. Игроки сборной Казахстана по соке увидели Родиона на и приняли за своего. Почему Казахстан? Мне брат подарил эту форму. Вы говорили, что еще вчера с игроками из Казахстана познакомились. Да, и не только с ними. Поэтому был очень рад. И это для них тоже стало сюрпризом. Они думали, что я представитель Астаны. Сегодня я напросился в гости. Гляжу на всех ребят. Гляжу на все, что происходит. И по-особенному, наверное, вдохновляюсь. Заряжаюсь. Как летом от солнца батарейки заряжаюсь. Ну, я, наверное, эмоционально тоже свои батареи заряжаю вот этими эмоциями и удовольствием от того, что просматриваю. А эмоции просто зашкаливают почти в каждом матче. Сегодня сербы решили поиграть в любимую свою игру на этом турнире. Вы нам забьете сколько сможете, а мы сколько захотим. В матче с французами Сербия трижды оказывалась в роли догоняющих. Но финишировали победителями. 4-3. А накануне тоже со счетом 4-3 обыграли Литву. И сербов, и литовцев мы точно увидим в плей-офф Кубка Европы. Продолжает всех удивлять Аман. Они проиграли Кипру, но здесь главное как? В концовке второго тайма, когда Кипр бьет 2-1, два игрока сборной Амана получили желтую карточку и теперь они играют 5 на 3. Если обратите внимание, 3 Аманса и 5 игроков в поле у Кипра. Как они сейчас будут играть, они еще и атакуют. Сегодня впервые. За три дня блогер-миллионник из Амана Мохаммед Алараими после матча своей родной сборной не улыбался. Едва сдерживал слезы. Мы имеем тот результат, который мы имеем, но есть вопросы к арбитру. И по желтым карточкам, и на мой взгляд, допустили очень много ошибок. Турнир продолжается. И возможно Алараими будет смеяться последним. Он, как игроки и все фанаты Амана, хочет вернуться домой с Кубком Европы. Трофеи хотят и хорваты с болгарами. Они сегодня выясняли, кто из них пройдет в 1-8 финала с первого места в группе. Три желтые карточки, 6 голов и ничья 3-3, в которые победителем вышла Хорватия. Только по разнице забитых и пропущенных они заняли первое место в группе. Болгария вторая. А вместе с ними в плей-офф идет и Испания. Они покуражились с Люксембургом и выиграли 7-0. Параллельно с Кубком Европы по Соке проходит еще вот такой вот турнир Мастерс Кап. По факту это Лига чемпионов для таких вот мастеров. Это футболисты старше 40 лет. В этом турнире участвуют команды из Молдавии, Румынии, Ирландии и Казахстана. В Геотермале из Кишинева собралась легендарная компания. С Алатовым помогают взять трофей авангардисты Олег Уменюк, Дмитрий Попович и Игорь Пекущак. С их помощью Геотермал с первого места вышел из группы. Дальше игры на вылет. Цель – Кубок мастеров. Постараемся. Вроде поигравшие все у нас в команде ребята, мастера. Поэтому будем стараться. Пока Геотермал выходил из группы в Кубке мастеров, сборная Турции творила историю. Накануне турки обыграли сборную Молдавии, а сегодня разобрались с португальцами и обеспечили себе место в плей-офф. И помогли молдавской сборной. Вне зависимости от результата матча с Грузией и Молдавией уже в 1-8. Остается только вопрос – с какого места? С первого или третьего? Так что включаем первый Приднестровский 21-45 и поддерживаем нашего парня из Лободзеи Вадима Кричмаря.